1432 год, начинается гражданская война в Литве, которая привела к тому, что Литва тоже не стала объединителем. Как я говорил, к 1930 году ситуация выглядела так, что в принципе Литва объединила бывшую Киевскую Русь на тех или иных основаниях, потому что основная вся территория Украины, Белоруссии и даже значительная часть современной России, там вплоть до города Тула, вот этот весь район, там Курск, вот это все, вот это все входило вообще официально в Литву. Причем Литва также называла себя и Русью, вполне закономерно. Территории Твери и Рязани были в вассальной зависимости от Литвы же, то есть считались как бы автономиями в составе Литвы. Новгородская республика и Псковская были формально полностью независимыми, но реально находились в сфере влияния Литвы и ничего против нее не могли. А в Москве было князю 15 лет, и там правила его мать Софья Витовна тоже Литовка, которая собственно устроила гражданскую войну с другими московскими князьями, которые выступали вот против засилий литовцев. И уже к 30-му году было очевидно, что война это будет, то что конфликт там был затяжной. То есть фактически даже Москва находилась в сфере влияния Литвы. После войны в Золотой Орде к ней пришел там к власти Тулу Мухаммеда, о котором я рассказывал, тоже союзник Литвы. Его фактически поставил тоже Витовт. То есть в принципе план Витовта вот к 30-му году осуществился, фактически он объединил Киевскую Русь и поставил своего союзника в Орде, то есть и союз с татарами, вот план такой был, то есть фактически Восточная Европа доминирует Литва. Но Витовт тут же умер в 30-м же году на пике всего этого проекта, а его вся, значит, родня переругалась в основном по религиозному принципу. Как я уже говорил, проблемы между католиками и православными с самого начала были деструктивными и всегда сохранялись вот на протяжении всего существования Речи Посполитой и во многом привели к ее гибели. Так как католики упорно хотели навязать по возможности насильственно свою религию православным, потом появившимся там протестантам и так далее, это создавало проблему. Итак, Витовт умер. В принципе, законным претендентом на престол был вообще-то и Василий Темный, то есть московский князь, потому что он был сын дочери Витовта. Уж куда он внук Витовта, то есть он вообще официальный претендент. Естественно, он был православным, и они не рассматривали его, так как была принята уже официальная религия Литвы и православие. Оказалось, два претендента католических, это Сигизмунд, это брат Витовта, и Светригайл, это двоюродный брат Витовта. Хотя по всем общим понятиям, вот внук Витовта, Василий, он и должен был стать князем Литвы. Кстати, учитывая, что фактически Василием Темным тогда манипулировала его мать, это хороший вариант был бы, это привел бы к объединению Москвы и Литвы, то есть восстановлению Киевской Руси наконец-то. Вот был прям момент, когда можно было избежать независимой Москвы и всех дальнейших проблем. Можно было просто восстановить Киевскую Русь на основе, естественно, западной культуры, которая доминировала уже в Польше, в Литве и во многом в Украине и Беларуси. Ну, не срослось. Значит, они поругались, вот эти Сигизмунты, Светригайла, поругались они на почве православных. Светригайла поддерживал православных, то есть белорусов, украинцев. В это как раз время происходит чуть позже история с Флорентийской унией, когда пытаются объединить православных католиков. Она показала, что не хотят украинцы и белорусы никакой унии, они ее полностью сорвали и хотели дальше православия. Но, учитывая, что уния шла на фоне войны с католиками, то это неудивительно. Всевозможные унии с Польшей предоставляли первоначально права польской шляхты только католической шляхте. То есть они первоначально вообще не признавали украинскую и белорусскую знать за шляхту, потому что они не православные. Это приводило к тому, что реально прав было меньше у украинцев и белорусов в этом государстве. И они упорно, католическая церковь, как я уже многократно описывал по разным примерам ее поведения в Европе, отличалась наглостью, склонностью к силовым решениям. То есть католическая церковь упорно считала, что просто нужно заставить всех православных, все знать и прочее, просто перейти в католицизм и не разбираться с ними. Эта позиция, естественно, тоже не любили ее ни белорусские, ни украинские люди. Ну так вот, Свидригайло предоставил католикам и православным равные права и стал опираться именно на православных. То есть Свидригайло и Сигизмунд. Сигизмунд опирается на Польшу и католиков, и литовскую знать, которую принял католицизм. А Свидригайло опирается на православных, на украинцев, белорусов и, так скажем, проторусских территорий, которые тоже потом в Россию пойдут. Кроме того, Польша хотела Волынь и Подолье, то есть западноукраинские территории включить, и они были спорными по-прежнему. Они там в разных договорах, то в Польшу ходили, то в Волыни. Когда пошел опять этот кризис, Польша опять заняла Подолье и Волынь, что вызвало там также недовольство украинцев. Потому что все-таки в Литве у них было больше прав, им было там посвободнее, а Польша это было централизованное католическое государство. Ну, началась война как раз на Волыни, в районе Луцка. Свидригайло начал военные действия. Свидригайло заключил союз с немцами. Немцы были сильно разбиты в 1410 году, тефтонцы, но какую-то силу себя еще представляли. Почему немцы, кстати, долго продержались? Потому что началась гражданская война в Литве, и их практически скоро присоединятся к Польше, этот тефтонский орден. С молдаванами, с частью татар. Значит, татар в основном контролировал Лулу Мухаммед, и он был союзник Польши, союзник Сегизмунда. Но часть татара, потому что у татар вообще была же раздрай, да, вообще была война гражданская. Вот все альтернативные Мухаммеду татары, они все начали поддерживать Свидригайло, то есть восставшую Украину и Беларусь. Значит, как выглядит гражданская война, это 30-х годов. Беларусь и Украина восстали, присоединились в Свидригайле. Литва и Польша, значит, а, ну, Литва контролируется Сегизмундом, а Польша воюет, значит, за Сегизмунда. Вот так она, значит, выглядит. Молдаване первоначально поддержали, значит, русскую сторону, то есть Свидригайло, и начали наступление на юге. Надо сказать, что вот чешские табориты были союзниками тоже славян. То есть они были союзниками украинцев-белорусов, союзниками Свидригайло. Грегуриану посылали туда войска, потому что Польша была католической, и она воевала с таборитами. То есть Свидригайло поддерживали и православные, и протестанты, потому что Свидригайло был за религиозную терпимость. То есть он дал равные права всей шляхте, всей православной шляхте, и заключил официальный союз с протестантами с чешскими, с таборитами. Был заключен, совершен, значит, государственный переворот 1 сентября 1432 года. Было покушение на Свидригайло, официальная, то есть шляхта литовская восстала. Первоначально он был в самой Литве, Свидригайло, и контролировал вообще всю территорию. Но вот в Литве они попытались его убить, и он бежал в Полоцк, где началось восстание уже православных. Тем не менее, значит, Литва, а также часть Белоруссии, а именно Минск и Брест, они поддержали Сигизмунда. Видимо, там было достаточно католиков. То есть вот Литва и центральные районы Белоруссии, в том числе Брест, это вот территория, которая воевала за Сигизмунда против Свидригайло. Остальные все православные территории восстали и поддержали Свидригайло. Учитывая такую ситуацию, учитывая, где социальная база у Свидригайло, поляки начали уравнивать в правах. То есть они поняли, что вот это все, навязывать что-то этим православным бессмысленно. Тут они быстро, значит, сообразили. И уже 15 октября 1432 года, польский король вместе с Сигизмундом издал указ, согласно которому православная шляхта уравнивается в правах с католической. То есть украинская, белорусская и южно-русская, так скажем, дворяне, все получают такие же абсолютно гербы и такие же, соответственно, права, как и литовская шляхта. То есть вот в этой войне родилась белорусская, украинская шляхта. То есть поляки на это пошли, чтобы они не поддерживали. Сражение. 8 декабря 1432 года. Битва у Ашмян. Это попытка Свидригайло взять Вильнюс, однако он там был разбит. Первоначально наступали вот эти, значит, русские войска. В основном на территорию уже Литвы. То есть вот эти все белорусские и украинские восстали и двигались на территорию Литвы. Вот так такая война шла. Кроме того, украинские части начали освобождать Волыни-Подолье от поляков. Поляки первоначально заняли Волыни-Подолье. Под предлогом этой войны, что два претендента на престол, такой был украинский князь Александр Иванович Нос. Вот он не только освободил Волынь, но также начал наступать на Холмскую землю, Самбар. То есть уже в Польшу саму начал наступать. Взял Брест. В Подоле был такой украинский лидер Федор Несвицкий, который в Подоле тоже пытался воевать с поляками. При помощи некоторых татар и пытался очистить Подолье от Польши. Но у Федора Несвицкого были войска слабые. То есть он там не смог поляков победить на Подолье. Молдаване первоначально поддерживали, потом отказались поддерживать Свидригайла. Далее битва Примолодечна, такая серьезная была, в которой разбили Сегизмунда и после чего осадили Минск. То есть первый этап войны это было наступление православных. Православные взяли Брест, осадили Минск, освободили Волынь от поляков и начали наступление уже в саму Польшу. Минск был взят и сожжен полностью. И после этого уже пошли военные действия на территории Литвы. Но сам Свидригайла не смог взять сам по себе Вильнюс. После чего уже в 1934 году поляки пошли на дальнейшие уступки. То есть видя, что если они полное равенство не провозгласят православных католиков, то вот так все продолжится, так как война для них шла плохо. 6 мая 1434 года официально Сегизмунд, то есть католический православный ставленник, провозгласил полное равенство православных и католиков на территории ВКЛ. Любые представители этих конфессий могли полностью что угодно покупать, продавать, дарить на равных условиях. Доходы от княжеских налогов передавали шляхте. В России ни один представитель шляхты не мог быть подвергнут тюремному заключению или казнен, кроме как по решению суда. То есть провозгласили права человека, как тогда понимались в средние века, ну хотя бы на уровне шляхты и провозгласили религиозную терпимость. Вместе с этим поляки привели активную дипломатию, чтобы украинские и белорусские вот эти князья перешли все-таки на сторону Сегизмунда. У поляков умер король, пошли проблемы, кто же там будет возглавлять Литву после смерти короля. Но параллельно им удалось перетянуть на сторону Сегизмунда основных вот этих украинских полководцев. В частности Александр Нос перешел на сторону Сегизмунда и Федор Несвицкий тоже. То есть вот основные эти православные украинские повстанцы, они все-таки перешли на сторону Сегизмунда, потому что Сегизмунд признал равенство католиков православных. Свидригайло в таких условиях имел проблемы, начал подавлять всяческие заговоры. В частности в Смоленске заговор даже вел православный митрополит Герасим. То есть даже православная церковь начала выступать против Свидригайла после такой мудрой политики, значит, польской партии. Тем не менее в 35-м году прибыли большие отряды гуситов чешских. Свидригайла более-менее смог собрать уже всех своих повстанцев и пошел в решительное наступление. То есть хотя у него проблемы начались, украинцы начали переходить на польскую сторону, он решил подключить чешских таборитов и решительным ударом всех разбить. Однако битва перед Вилькамиром 30 августа, 1 сентября 1435 года, примерно на нас с 30 августа по 1 сентября там были эти события. Вот битва под Вилькамиром, был разбит Свидригайла, поляки внезапно напали вместе с литовцами. В принципе самые лучшие войска, которые при этом в Вилькамире сражались это чехи. Но их было сравнительно мало, Свидригайла был разбит. Ну все, потом шло наступление поляков на Украино-белорусских территориях, там многие все еще поддерживали Сигизмунда, он бежал из города в город. Примерно с 35 года по 39 год, то есть примерно 4 года Свидригайла воевал еще под Киевом, были войска крупные, сражения крупные за Витебск, за Полоцк, то есть он воевал на территории Украины и Белоруссии за независимость вот этих территорий. В 39 году он бежал уже в Румынию окончательно, то есть был Свидригайла разбит, и где-то к 39 году считается, что эта война закончилась. Ну основные итоги войны какие? Признали, значит, украинскую белорусскую шляхту, православная шляхта появилась. Проект по восстановлению независимости Литвы провалился, то есть усилилась интеграция с Польшей. Сигизмунда в 40 году все равно убили, который был польский ставленник. После этого из Польши позвали, значит, Казимира Маленького, которого провозгласили князем литовским опять. Поляки постоянно считали, что нужно включить Литву в состав Польши и заключали соответствующие договора, но литовская шляхта это игнорировала и считала, что они как будто союзники Польши, что у них автономия, и провозгласили Казимира великим князем литовским все равно. Что приводило к конфликтам с Польшей, но не приводило к распаду этого союза? Польско-Литовского. Свидригайло опять пробовал организовать восстание, у него все это провалилось, и наконец в 52 году Свидригайло умер. То есть где-то вот этот конфликт еще в 40-е продолжался, но уже затухал. Пик этого конфликта был с 32 по 39 год. В советской историографии, естественно, все это поддерживали Свидригайло, потому что он выступал за украинцев-белорусов, то есть против западного влияния, как они это понимали. Поляки считают, что это просто внутренние проблемы между шляхтой литовской в польской аристографии. В целом украинские, кстати, историки и белорусские считают, что да, Свидригайло выступал за национальные интересы украинцев-белорусов. Он хотел независимую Литву с равенством всех конфессий, с лидерством фактически украинцев-белорусов. Ну и в общем-то война это привела к тому, что поляки признали шляхту украинскую-белорусскую и уравняли в правах. То есть для украинцев-белорусов, для славян итоги войны были позитивные. Их признали и признали их право на отдельную религию. Но естественно на фоне, что только что была война, на фоне только что прошедших боевых действий, никто флорентийскую унию в Украине не принимал. То есть вот они как раз воюют с Литвой и Польшей за то, чтобы православных не трогали, а тут к ним приезжают и говорят, ребята, православная церковь присоединяется к католической, давайте, значит, меняйте вашу мессу и так далее. Естественно пошлют нахер. Но вот это самое и случилось.